МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итак, мы оставили перчатки где-то в начале 20 века, в момент их подлинного триумфа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В то время к перчаткам относились с особым уважением. Их берегли и хранили в особых шкатулках на расправках. В начале 20 века приходит мода на ажурные чулки, и в комплекте с ними стали носить нитяные перчатки с вытканным узором. Вечерний туалет дамы стал уже окончательно немыслим без длинных по локоть перчаток без пальцев. Старых наших знакомцев метенок. Днем полагалось заменить метенки на перчатки с пальцами. В начале 20 века самыми модными дамскими перчатками считались пошитые из козлиной кожи. А для спортивных перчаток предпочиталась собачья кожа. Такие перчатки были известны еще с 16 века под именем куёны, что в переводе с чешского – «плуты». Они пользовались особой популярностью у любителей верховой езды. Существовал, да, пожалуй, и существует по сей день ряд профессий, для которых перчатки обязательны. Это лакеи или официанты. В их случае перчатки могли быть только нитяные. Кожаные перчатки, замшевые, тем более лайковые, абсолютно исключались. Мы уже как-то говорили с вами об особой истории перчатки в богослужебной практике католической церкви. В отличие от своих католических коллег, православные епископы не имели предписанных канонами перчаток. Правда, особые правила около церковного этикета касались ношения перчаток при посещении православного храма. Так, входя в церковь, необходимо было осенить себя крестным знамением. При этом непременно снимали перчатку с правой руки. Это правило распространялось как на мужчин, так и на женщин. Во время обряда венчания руки брачующихся оставались без перчаток. Итак, в первые десятилетия 20 века перчатки еще остаются элементом благородного стиля. Они напоминают о прошедшей лабель эпох, прекрасной эпохе в жизни Европы перед Первой мировой войной. Однако перчатки, особенно белые, уже становятся предметом иронии со стороны буревестников новой культуры 20 века. Культуры, не спровергавшей все старые ценности и последовательно сбрасывавшей их с корабля современности. Появляется выражение «оставаться в белых перчатках над схваткой», то есть соснобистским и презрительным равнодушием взирать на происходящее. Сергея Маковского, поэта и художественного критика, воплощенного Рафине в мире искусства начала 20 века, его оппонент, футурист Николай Кульбин, иронично называл «молью в перчатках». Принято считать, что окончательно отправила перчатку со всей ее социальной символикой на съедение моли культурная революция 1968 года. И с этим мы, пожалуй, согласимся. Молодежный бунт конца 60-х годов 20 века стал не только взрывом политической энергии послевоенного поколения, но и тем водоразделом в истории современной культуры, который убил светские приличия, объявив их буржуазным балластом. Перчатки, шляпы, обязательные строгие костюмы действительно полетели за борт корабля современности. Конечно, исчезли перчатки не совсем, однако безвозвратно стерлось их символическое значение в ритуале повседневности. Им осталось только практическое предназначение как вида сезонной одежды для согревания рук. Все эти перемены, конечно же, коснулись в 20 веке и наших соотечественников, и, может быть, даже в большей степени, чем где бы то ни было. И вот теперь поговорим о том, чем и как грели руки на Руси. Собственно, предмет нашего исторического рассмотрения, перчатки, были первоначально известны на Руси как перстяные рукавицы. По крайней мере, такое название мы находим в смоленской грамоте 1229 года. В этом исконном названии перчаток можно опознать старый корень перст. Перст – это просто палец руки, и только большой палец, собственно, назывался пальцем. Поэтому все просто. Перчатки – это рукавицы с пальцами. Современное слово «перчатка» известно с 1704 года, первоначально в форме «перстчатка», что было просто сокращением от «руковица перчатая». А вот слово «руковица», как перчатка с одним пальцем, похоже в русском языке самое древнее. Состоит оно из двух корней – от слов «рука» и «вить», и буквально означает «обвивающая руку». Однако у «руковицы» есть и смысловой дублер – «варежка». А с происхождением этого слова складывается история посложнее. Наиболее авторитетный этимологический словарь русского языка Фасмера считает, что «варежки» и диалектные «вариги» образованы из сочетания «варяжские рукавицы». То есть они достались нам от скандинавских воителей, создавших в X веке и русскую государственность. Однако другие исследователи производят слово «варежки» и «вариги» от древнерусского глагола «варить», «варовать», употреблявшегося в значении «охранять», «защищать». Существует еще одна версия происхождения слова «варежка». Она также связана с глаголом «варить», но в более привычном для нас сегодня значении. Дело в том, что в областных русских говорах есть немало названий рукавиц, связанных с обозначением процессов обработки шерсти. Вязанки, плетенки, валиги, валеные рукавицы, катанки, катанные рукавицы. Сюда же относятся и вариги, варежки, образованные по названию процесса «варить», «кипятить». Действительно, готовые вязаные изделия из шерсти чаще всего заваривали в кипятке, чтобы они стали более прочными и теплыми. Выходит, что варежки – это вареные рукавицы. Так что выбирайте. Для приверженцев исторической романтики пусть варежка будет варяжской рукавицей, а для иных, скажем, более приземленных – просто вареные защитные рукавицы. В старинных русских описях можно встретить рукавицы кожаные, софьяновые, суконные, камчатные и шелковые двусторонние ткани, атласные, зуфные, то есть шерстяные, бархатные, с серебряными или золотыми узорами. Холодные были – оленьи, ровдушные, то есть замшевые, лосиные и вязаные, из шелка или шерсти. Теплые делали с меховым исподом и опушкой. Но вот у историка Николая Костомарова читаем. Обыкновенно русские ходили без перчаток, и длинные рукава одежды заменяли их необходимость. Только цари и знатные особы надевали персчатые рукавицы, и то преимущественно зимой от холода. А потому они у них были меховые или отсрочивались бобром. Зато и простые, и средние руки лица зимой надевали рукавицы. У небогатых они были кожаные, в более зажиточных – суконные, цвета черчатого, зеленого и прочее, подложенные мехом. По величине одни назывались рукавицы, а другие поменьше – рукавки. В Сибири морозы заставляют носить по две пары рукавиц сразу. Верхние – и исподцы или исподочки. Рукавицами здесь большей частью называют верхние кожаные или суконные рукавицы, а варьги, варежки – это нижние вязаные. В этой связи становится понятной поговоркой словаря Даля – «Нужда рукавицу с варьгой сроднила». С рукавицами связаны многие народные поверья. Например, в эстонской деревне без рукавиц не обходилась церемония сватовства, и на свадьбе каждому дарили рукавицы. Невеста уносила свои рукавицы в клеть, чтобы они принесли богатый урожай. Пара больших валеных рукавиц охраняла сундук с приданым невестой от нечистого. Жених же садился за свадебный стол, тоже надев рукавицы. В некоторых деревнях, чтобы лучше росли волосы, их стригли в рукавицы. Фигурируют варежки в различных гаданиях и толкованиях снов. Например, если вам снится, что вы надеваете варежки, сон этот призывает вас к осторожности. Так что в этот день варежку лучше не разевать. Так-то. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова